В фестиваль «Рязанский валенок» пришел в лесопарк в мини-формате. Команды по 4 человека, а не по 10, как обычно. Соревнования состоят всего из трех этапов. После представления и краткого знакомства дается старт. Дорогие друзья, всем азарта, хорошего настроения. Пусть победит сильнейший с праздником! Первое задание эстафета, чтобы пройти 12 спортивных аттракционов, дается 40 минут. Участникам пришлось вспомнить детство, попрыгать через скакалку в валенках, игру с веревкой, кто быстрее. Некоторые задания, хотя на первый взгляд сказались простыми, выполнить было нелегко. Не у всех получалось пробежать эстафету с валенками, надетыми на ноги и руки. Судьи учитывали и скорость, и качество выполнения заданий. Фестиваль «Рязанский валенок» в этом году исполняется 19 лет. Проходит он ежегодно и собирает участников из разных городов. В этом году команд 16 – это представители коммерческих организаций, банков и государственных предприятий из Рязани и соседних регионов. Заряд эмоций получаешь очень большой на весь год, можно сказать. Ну, как впечатления вот от этого года? Ну, пока хорошо, это репетиция еще на самом фестивале интереснее, там и творческий конкурс, не только спорт. Вот, тут как бы так размяться, скажем так, перед основными соревнованиями. Мы впервые за 19 лет сможем обычным людям показать, что такое хотя бы фестиваль «Рязанский валенок» в миниатюре. Поскольку, естественно, он гораздо объемнее, гораздо больше. Здесь только они увидят маленькую часть этого фестиваля. Фестиваль стал одним из новых мероприятий Лесопарка. Сейчас любимое место отдыха рязанцев готовится к еще одному значимому событию. Наш город выбрали новогодней столицей России 2020 года. Новогодние праздники, которые ждут нас в 2020 году, не буду открывать всех тайн, но уже сейчас идет подготовка, разработка концепции новогодней столицы. И я думаю, что Рязань еще удивит всех. Но это в будущем, а фестиваль «Рязанский валенок» на новой площадке в Лесопарке прошел успешно. Команды, занявшие призовые места, получили сертификаты на покупку спортивного оборудования и снаряжения. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».